Hello dear children! You need helping and hear us. Lesson 19. The topic of today's lesson is narrating a story. То есть, пересказывать историю. Для того, чтобы пересказывать историю вчерашнего урока, мы читали с вами о Финн Маккул и о гиганте, как образовался мост, легенды. Вот об этом дальше и продолжим в этом сегодняшнем уроке. Смотрите, здесь даются adverbs of degree. Это наречие степени. Какие слова можно использовать для того, чтобы украсить вашу речь. Эти слова, посмотрите, они даются с переводами. Можете открыть тетрадь и записывать эти слова. Quite переводится как вполне, полностью, действительно, весьма. Например, это придает к речи усилительную степень. так, Mary is quite shy. Mary вполне или Mary весьма стеснительная. Ну, это где-то на 30% усиливает речь. Далее. Карл Гаш is очень, очень, очень сильно усиливает, где-то на 90-100%, да. Например, very переводится как очень, вполне, даже, существенно. А really, это по-настоящему, по сути, на самом деле. Так, например, she is very good at history. она очень хороша в истории. Или же she is really good at history. Она, по сути, на самом деле хороша в истории. То есть, вот эти слова вы можете использовать, когда вы хотите немножко дать сравнительную такую степень, да, с помощью этих наречий, да. To enough. Вот есть такие слова еще to слишком, через чур, очень, крайне переводится enough. Довольно, весьма достаточно. To Если вы хотите использовать слово to, то вам следует их использовать перед именами прилагательными. Например, и вот данные данные предложения в основном имеют негативное отрицательное значение, да. This watch is too expensive to buy. Данное кино слишком дорогое для того, чтобы купить. Это означает I can't buy it. То есть, я не могу это купить. This watch is too expensive. Очень дорого, да. Очень дорого. Так. comes after adjectives but before nouns. То есть, а вот это слово enough, который переводится довольно весьма достаточно, нужно использовать после прилагательных, но перед существительными. И данное слово имеет такое положительное значение, да. Придает, кричит положительное значение. He is fast enough to win the race. Он достаточно какой? быстрый, fast переводится как быстрый, да. Он достаточно быстрый для того, чтобы выиграть это соревнование. He can win this race. То есть, он, это значение, в значении он может выиграть это соревнование. Или же, второй пример, there is enough food for everyone. Здесь достаточно еды для всех. то есть, как вы видите, когда мы используем имя прилагательное, да, в первом предложении fast, быстрый, то enough мы используем после прилагательного, да, то есть, вместо расположения в предложении. А если мы используем вот имя существительное, то мы данное слово enough ставим перед именем существительного. Я думаю, что все было понятно. Переписываем данные слова и запоминаем. Next. Так, мы это разобрали с вами. Теперь давайте поупражняемся, да, то есть, сделаем упражнение. Exercise number four choose the correct adverb. Нужно вам выбрать правильное наречие, да. Finn's wife was smart quite, да, smart quite, smart enough. to dress him in baby's clothes. Quite это здесь не подходит, но мне кажется, достаточно была умной, да, то есть, жена Фина была достаточно умной, умный smart, это здесь имя прилагательное, поэтому после имени прилагательного ставим enough to dress him in baby's clothes. таким образом, когда вот через слэш у вас дается два усилительных услов, то есть, наречие сравнения, да, наречие степени, степени, то тогда вы должны использовать только одну, одно из них, да, вот это все слова quite, enough, to, или very, enough, вот эти слова, они и есть наречие сравнения, ой, степени, степени, наречие степени. Так, next task listening, давайте сначала посмотрим на это объявление look at the adword for a new book miss and legend what do you think is missing in each gap a name, a noun, a number то есть, вам нужно слушать и пропущенные здесь слова вписать, да, значит, записываем exercise number five и слушаем здесь дается как бы объявление на новую книгу мифы и легенды давайте послушаем exercise 5b page 23 myths and legends for those of you interested in strange and wonderful creatures there's a great new book called myths and legends it's by john harris and this new edition has more than a hundred pages it is full of amazing stories from england, ireland, scotland and wales this is also a beautiful book with over 50 fantastic colour photographs to go with the text you can get this book at the bargain price of 12 pounds from your local bookshop or have a copy delivered to your door by ordering it online at www.great-reads.com окей, значит послушали да, теперь вот пропущенные слова нужно вам вставлять by эта книга была написана кем кто является автором об этом говорили new edition with over hundred новое издание свыше ста там что сказали какое слово было пропущено over fifty colour what свыше пятидесяти разноцветных что там было там в тексте сказали да, когда вы слушали only вот это паунс сколько стоит эта книга find it at your local найди эту книгу в своем местном где all order online now или же закажи онлайн прямо сейчас по адресу www.great-reads.com .com то есть по данному адресу я надеюсь что вы сможете выполнить это задание если непонятно с первого раза слушайте несколько раз аудио так next one speaking теперь мы перейдем к основному разделу то есть мы должны уметь с вами пересказать вчерашний текст да фильма cool and the giant causeway то есть и дорога гигантов да sequence of events when telling a story use words phrases like once one day after this then and then when before in the end etc to show the sequence of events to help your story flow то есть когда вы пересказываете какую-нибудь историю вам следует использовать такие слова и фразы как once однажды one day в один день after this после этого then потом and then и потом when когда before приждите чем in the end в конце вот такие слова вы можете использовать для того чтобы была связь явлений событий да которых вы говорите теперь давайте разберем сначала данный рассказ да main characters там главный герой кто финн маккул вот видите да финн маккул a giant гигант и еще кто ну его враг как его врага звали потом wife жена да вот можете написать далее where he or they lived где они жили место месторасположения там четко дается да с Шотландии и Ирландии так how the story began с чего начинается история what happened next потом что происходит what was the main event ну главное событие что какое событие было главным да what happened in the end ну в конце что случилось например make notes from the text about the story of финн маккул здесь вот вы делаете себе заметки да из текста короткие use your notes from excess 6-8 to tell a story of финн маккул также потом используйте свои заметки для того чтобы рассказать пересказать историю да например вот так вот можете начать once однажды there was a giant called финн маккул был гигант по имени финн маккул he lived он жил где да так вот таким образом пересказ вам надо писать в своих тетрадях writing imagine you went to our island and you visited the giant cause cause write an email to your english speaking pen friend about it sixty or eighty words write where you went what it looked like what the legend says what you thought how you felt what the where you went куда ты поехал Так, what it looked like, как это выглядело, what the legend says, что говорит легенда об этом, what you thought, how you felt, что ты думал и как ты себя чувствовал. Вот об этом вам нужно написать небольшой такой имейл, да, то есть как будто другу пишите. Hi, например, hi, Вова, how are you doing? You know, I went to Ireland and visited the giant's causeway, да, я поехал в Ирландию и посетил дорогу гигантов, вот примерно так. It looked like, например, это выглядело, там, потрясающе или, не знаю, там, волшебно, вот такие слова. По легенде, потом можете рассказать легенду дальше, что вы думаете, это ваши мысли, да, то есть вы верите о большей легенде или тому, что говорят исследователи. The lesson is over, goodbye, have a nice day.